Всем привет! Канал Киберболл подготовил для вас свежий выпуск секретов и фейков в FIFA. И сегодня мы расскажем об Алексе Хантере в FIFA 20, о том, какую тенденцию наконец-то разрушили разработчики, а также об одноклубниках, фотографии которых EA перепутала на карточках. Жми на лайк, если любишь эту рубрику и пиши в комментариях, какие интересные факты об игре знаешь ты. И для начала наш традиционный интерактив. Отгадайте, какому игроку принадлежит эта карточка в FIFA. Оставляй свои варианты в комментариях, правильный ответ будет ждать тебя в конце видео. А спонсор этого выпуска ставки нового поколения Бэтмастер. Бэтмастер считает, что ставить на футбол должно быть легко. Именно поэтому у них можно зарегистрироваться по номеру телефона, пополнить баланс и сделать ставку менее чем за одну минуту. Никакого паспорта, минимальный депозит всего 100 рублей. Так что можно зайти прямо сейчас и попробовать все самому. Ребята работают с 2016 года и с ними уже успешно ставят 300 тысяч любителей футбола по всему миру. У них активный профиль в рейтинге букмекеров и на Sports.ru. Еще у них постоянно интересные акции, мгновенный вывод на карту и поддержка, которая работает 24 на 7. Ну и конечно же самое продвинутое мобильное приложение на рынке. Так что футбол всегда с тобой. Все ссылки в закрепленном комментарии. Бэтмастер ставить легко. Рейтинг Лукаса Моуры во всех частях FIFA был одинаковым. И это правда. Вингер Тоттенхэма был настоящим заложником рейтинга 82. Первая карточка бразильца появилась еще в FIFA 12. И с тех пор на старте каждой части у Лукаса был именно такой общий рейтинг. В 82 его оценивали в Сан-Паулу, в ПСЖ и в Тоттенхэме. Единственным исключением стала FIFA 15, где Лукас получил зимний апгрейд и вырос до показателя в 83. Серия карточек Лукаса с рейтингом 82 была прервана лишь в FIFA 20. Бразилец на старте игры получил рейтинг 83. Впервые за 8 лет он сумел своей игрой убедить разработчиков в том, что заслуживает апгрейд. EA путает лица на карточках игроков. В истории FIFA такое случалось неоднократно. Но, пожалуй, самый яркий случай произошел в FIFA 11. Тогда электроники умудрились перепутать фотографии на карточках одноклубников. Речь идет о футболистах немецкого Ганновера Констане Джакпа и Софьене Шахеде. На карточке афроамериканца Джакпа появилось лицо Шахеда. А карточку немца тунисского происхождения Шахеда украсило лицо его арийца. Особенно весело этот фейл от EA выглядит при сравнении карточек этих игроков из FIFA 11 с предыдущей и следующей частью. Здесь какие-то комментарии излишни. Зацените сами. Алекс Хантер есть в FIFA 20. И это правда. Несмотря на завершение истории Алекса Хантера в FIFA 19, разработчики включили его и в FIFA 20. Хантера можно лицезреть в рамках истории в режиме Волта. Там Алекс является своего рода пасхалкой и появляется в роли самого же себя. В одной из глав истории Волта героям предстоит сыграть в уличном турнире с участием профессиональных футболистов. И именно там они встречают Хантера. Перебросившись с ним парочкой реплик, одна из героинь Волты делает фото с Алексом. И больше вымышленная легенда футбола в игре не появляется. А на сегодня все. Ставь лайк, если любишь секреты и фейки FIFA. Пиши в комментариях, какую информацию на правдивость хотел бы проверить ты. И не забывай подписываться на Кибербол и нажимать на колокольчик, чтобы первым узнавать о выходе наших свежих видео. Всем спасибо за просмотр и до скорого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok